Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. У нас сегодня на обзоре проект Crime Life. Он находится на базе Arme 3 и стоит на острове Altis. Проект не новый, он уже давно в онлайне, по-моему, год, а может быть даже и больше. В общем-то, он уже имеет свою репутацию своих игроков. Но я с этим проектом, к сожалению, не сталкивался. А проект показался мне интересным. Он показался мне не просто интересным, а интересным и в то же время уникальным, смешным и нелогичным. Да, вот такое сочетание в этом проекте. Я приглашаю вас вместе со мной проследовать и посмотреть на этот проект, пощупать его своими глазами, своими руками. И, в общем-то, вот, давайте начнем. И как мы видим, что, к сожалению, сборочка старая и автозапуска здесь нет. Приходится вбивать IP-адрес руками, в общем-то. Ну и далее мы заполняем декларацию, ну и, наверное, уже заходим на остров. Я вбил сюда реальный никнейм, а вот все остальное выдумал прямо на ходу. Ну и видим, что карта, в общем-то, хоть и старого образца, но полностью перелопачена. Заметьте, что преобладают сине-зелено-фиолетовые цвета. Все иконки переделаны, надписи тоже переделаны. В общем-то, карта неузнаваемая. Также переделана или перенесена столица. Как вы видите, столица здесь теперь атира, а не ковала, как обычно. Но к карте мы чуть-чуть позже вернемся, потому что, в общем-то, вся концентрация этой игры, этого проекта, как раз-таки в карте. То есть, карта отображает всю суть этого проекта. Ну, вот мы заходим в Атиру. Так вот, появляемся на этом месте. Вот такое вот место респауна здесь. Встречает нас какой-то бот и интересный какой-то полулежачий телевизор. Давайте посмотрим, что это. Такой вывески я еще на самом деле не видел. Прикольно сделано. Ну, это лицензионный центр. Очень симпатичненько выполнено. Хотя вот так вот сходу-то я, наверное, лицензии покупать и не буду. Ну да, это лицензионный центр. И мы видим, какие здесь цены. Цены какие-то, наверное, с 90-х годов, когда в России были миллионы. Вот здесь такие же цены. Ну, в общем-то, вот. Но мы к этому еще вернемся, поэтому пойдемте посмотрим, что здесь есть еще. Ну, а тут же рядышком стоит, как видите, не анимированный, к сожалению, бот. Кстати, в его присутствии я так и не разобрался. Для чего он нужен и что он вообще исполняет, я не понял. Немножко я даже тут подобосрался с этим ботом, потому что он предлагает какие-то миссии и говорит, что у меня нету соответствующей лицензии. Я пошел зачем-то купил лицензию под мастерия, хотя она мне вообще нафиг не нужна. В общем, я не знаю, чем занимается этот бот. Ну, а вот так вот выполнена здесь столица. И мое внимание сразу же привлек вот этот банкомат. Я не буду произносить вслух название этого банка, читайте сами. Ну, это прикольно. Ну, а далее нас встречает старенькое менюшка, ну, потому что сборочка-то старенькая, но хотя и облагороженная. И нам дают подъемных 100 тысяч. Ну, и я никак не мог пройти мимо этого заведения. Вот мне захотелось посмотреть, что тут внутри. Внутри так себе на самом деле оформлено. Ну, я не зря сказал в самом начале, что проект интересный, прикольный, универсальный и абсолютно нелогичный. Вот наставили ботов, но они все мертвые. Даже стриптизерши стоят мертвые, блин. Ну, а вообще в этот бар надо сдавать алкоголь. Ну, видимо, произведенный уже. Ну, а сейчас давайте обратимся к карте, как я и обещал. Карта здесь играет огромную роль. Но сначала о том, как это нелогично. Посмотрите в левый нижний угол. Зачем-то отключены все иконки. Вот это то, о чем я говорил. Абсолютно нелогичный проект. Все иконки отключены. А я не обратил на это внимания. И как придурок, наверное, полчаса бегал, искал какой-то там магазин одежды. А он просто выключен. Зачем выключили иконки? Непонятно вообще. Логики нету. Блин. Но зато дальше. Посмотрите. Вся карта, абсолютно вся карта поделена на районы. Можно навести на каждый район. И выскакивает, видите, надпись. Кому принадлежит этот район. Там какие-то еще проценты идут. Или там еще что-то. В общем, за эти районы бьются здесь местные банды. Поэтому, наверное, проект и называется. Crime Life. Криминальная жизнь. Абсолютно вся карта поделена на районы. И эти районы можно отжимать друг у друга. И сейчас мы увидим, как это выглядит, когда уже районы поделили между собой банды. Войны происходят постоянно. Постоянно выскакивают таблички. Та или иная банда захватывает тот или иной район. Ну и как я уже сказал, информацию об этом районе можно узнать, если навести мышку на иконку этого района. Но если потихоньку удалять карту, то посмотрите, что с ней происходит. Она перекрашивается в цвета тех банд, которые захватили эти районы. Видите, что творится? И последнее уменьшение, вернее. И вот так вот выглядит карта, когда уже войны подходят к концу. Ну согласитесь, это прикольная тема. Это интересно. Это уникально. Я такого еще не видел. Здорово сделано. Ну а еще мне понравилась метка. Смотрите, какая огромная белая метка. И опять, прикольно и нелогично. Метка крупная, здоровая. А зачем километра, что убрали? Ну идем дальше. Следующая прикольная и абсолютно нелогичная вещь. Мне сказали, что еду здесь можно покупать через интернет. То есть здесь стоит сеть интернета. Называется Авито. Подходим туда и смотрим там, что продается. И покупаем тут еду. На проекте больше другой еды нету. Вообще никакой. Только здесь можно купить еду. Ну или у кого-нибудь с рук. Я зашел сюда, посмотрел. А еды-то здесь нету. И вот чего мне делать? Я хрен его знает. И опять, как бы, прикольно. Есть, смотрите, вот сеть интернета. Можно продавать там дома, все что угодно. И я вот такой уже проект, вернее, такую же тему хвалил на Эволюшине. Тоже очень прикольно было сделано. Там еще и так красиво очень было сделано. Но, блин, у вас есть интернет, есть сеть интернета. А еду я должен идти в лес добывать, что ли? Ну где логика-то, блин? То есть, чтобы пожрать, мне надо сейчас бежать в лес, убить животное, поджарить его на костре и продать через интернет. Ну, блин, я не знаю. Ну вот, прикол, интересная фишка. Тут же с какой-то нелогичной хренью сочетается. И весь проект вот такой вот. Ну, а рядом стоит станок для крафта. Ну, крафт меня почему-то никогда не интересует на этих проектах. Но вот здесь надо этим заниматься, потому что, чтобы себе добыть еды, надо пойти убить животное, себе состряпать костер. Видимо, там нужны поленья, спички. И что там еще нужно для этого? Ну, и вот таким вот первобытным способом добывать себе еду. Другой еды действительно никакой нет. Ну, можно, наверное, пойти яблоко еще поесть. Вот, и это и все, наверное. Скажу сразу, что еды я так и не нашел. Ну, а далее я пошел на какую-то смешную иконку. Вот как она выглядит, эта иконка. Что это за здание, хрен его знает. Авто, а что там дальше? По-французски, что ли? Непонятно вообще. В общем, пришел сюда. Я был уверен, что это автомагазин. Ну, по иконке. Иконку, по-моему, нарисовал трехлетний ребенок, блин. Пошел к компьютеру. Кстати, прикольно все вокруг выглядит, так антуражно. Даже не прочитал, что там надо, блин. Нажал и бац. Оказывается, это автошкола. Ну, а далее там идет предупреждение, что это займет больше 20 минут. Там, типа, если скоро буря, то лучше даже не начинайте, потому что деньги снимут, а вы не успеете. Тра-та-та-та-та-та-та. Ну, а вот эта табличка последняя, которая предупреждает о том, что сейчас идет построение маршрута, блин, висела реально очень долго. Ну, мы не будем ее ждать, когда она погаснет, так что поехали сдавать на права. Ну, а далее выскочила табличка, что ваша машина готова, идите, мол, садитесь. Вот моя машина, я в нее сажусь. И вот тут, ребята, меня разобрал просто истерический смех. Загорелись вот эти вот все сразу же таблички. Поверните направо. И заметьте, видите, загорелся навигатор, по которому надо ехать. Но поверх навигатора лежит еще одна табличка. Блин, куда поворачивать направо-то? Куда? Как вы так сделали, а? Табличка на табличке. Блин, меня серьезно, на тот момент я ржал, как, я не знаю, я просто, что, как так можно сделать, а? Загорается навигатор, блин, и сверху табличка. Ну, я просто, видите, я стоял, ну, меня хохот разобрал. Я не понимаю, куда ехать, блин. Вот когда табличка погасла, стало хоть немножко понятно, блин, куда надо ехать. Блин, ну, какой, я не знаю, какой фантазер, с каким чувством юмора придумал вот такую сдачу, блин, направо. Ну, что самое прикольное, эта штука не успокаивается. Смотрите, что она мне пишет. Поверните налево. Куда нахер налево? Я прямо еду. Блин, что происходит? Куда поворачивать? Что самое интересное, эта херня вообще не успокаивается. Смотрите, самый ответственный момент. Я въезжаю в город. Куда поворачивать? Таблички пошли. Одна за одной. Неужели я первый сдаю на права? Неужели ни у кого не было такой ситуации? Что происходит? Как ехать? Короче говоря, я там что-то петлял, 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 выехал за город, и меня машина выкинула нахер. Дала мне вот такую вот бумажку. Ну, я так понимаю, что я не сдал. Там почему-то очень много красного. Хотя хрен знает. Написано, короче, жаль, но у вас не хватает очков. Ладно, я пошел делать вторую попытку. Я добежал до школы, оплатил еще одну попытку. Вот, мне выдали машину, и смотрите, что произошло дальше. Я сажусь в нее, и вот сейчас должен загореться навигатор. Но я его не дождался, и поехал. Ну, потом вспомнил, что ехать-то я не знаю куда, и остановился. Секунд, наверное, через 10 навигатор меня догоняет, но уже с надписью нажмите N для того, чтобы припарковаться. Я нажимаю букву N для того, чтобы припарковаться, и происходит вот это. Все, я сдал на права. Вот такая вот ахинея здесь творится. Как я и говорил, проект прикольный, с интересными штуками, но абсолютно нелогическими штуками. Просто пипец какой-то, блин. Подобные сдачи на права я никогда не видел. Но от такого исполнения я вообще никогда не видел. Ну, насмешила меня эта сдача, конечно, я не знаю. Особенно вот первая моя поездка, когда загорелся навигатор, и сверху еще две таблички легли на него. Ну, это пипец. Но что интересно, сдача на категорию C тоже не без косяков. Посмотрите, как стоит машина. И вот сейчас мне надо ехать налево, а с дороги съезжать нельзя. Вот делай, что хочешь. Вот я начинаю трогаться, и сейчас мне сразу же нарушение. Бац, вы съехали с дороги. Блин, ну вот, я не знаю, кто это придумал? Серьезно. Для какого, блин? Я не знаю, у меня слов нету, блин. Я ржал, я не знаю, как вот над этой херней. Ну, всю показывать езду не буду, ну, ну, жесть в общем какая-то. Ну, и как говорится, дальше больше. Как видите, показатели голода и жажды у меня падают. По всему проекту стоят вот такие вот аппараты с едой. Называются KFC. Но только еды там нету. Как в общем-то, нету в этом логики никакой. Вот я в самом начале говорил, проект прикольный, смешной, интересный, уникальный, но нелогичный вообще, блин. Ладно, идем дальше. Видите, сидит девочка. Эту девочку зовут Вера. Она, оказывается, видела мои видосы и даже приходила на стримы. Вот она-то мне и помогла. Да. Привет. Ну, давай я тебе дам. Здесь только делать самим, либо покупать на Авито или здесь за храмом. Нет, нет, там не продается. Я сейчас дам. Держи. Да ничего, живем потихоньку. А так, еда, если нужно будет, то вот здесь, за вот этим храмом, там на беседке есть Авито. И там продается. Правда, она дорогая, но профсоюз продает еду. Чтобы чем-то заняться, нужно смотреть динамику цен. Ну, ты хоть что-нибудь посоветуй, чем можно позаниматься, так, чтобы еще и на группировке какие-нибудь не напороться? Самый безопасный, это соль, наверное. Да. На медь далеко, в ковале пусто всегда. Ага, ну а так, в принципе, надо ориентироваться по ценам, да? Угу. Цены динамические, так понимаю. Да. Сейчас все в основном на героине, поэтому постоянно цена падает. Ну, я вижу, неспроста, что с лопатой ты ходишь. Ну, ладно, что-то, пойду, я тогда чем-нибудь позанимаюсь. Слушай, а вот это самое, без лицензии ничего я не займусь, да? Мне надо лицензию обязательно купить. Ну, да. Лицензия, да. Ты напротив клуба ночного там, да? Разобрался? С этим-то я и разобрался, это у меня есть. А еще это самое, а вот грузовичок какой-нибудь, сколько стоит примерно? Ой, честно, я уже давно не покупала, но если нужно, я тебе могу дать. Да, сейчас уже буря будет. Ну, да. Но мне кажется, миллионов, может, девять, даже не помню, не, это большой, наверное, вот не помню, даже не скажу. Понятно. Ну, ладно, тогда что, пойду, посмотрю, поковыряюсь, может, что придумаю. Удачи. не скучай, смотри видео. Хорошо. Ну, и вот таким вот образом, друзья, Вера мне помогла с едой и на самом деле, на этой еде, я и продержался до конца моих съемок. Но она не смогла нам помочь по поводу грузовиков. Поэтому мы посмотрим на них сами. И вот тут одна фишка есть. Видите, первый Хеммит стоит всего 42 тысячи, что в три раза дешевле, чем тот же УАЗик. И это, друзья мои, неспроста. Чуть-чуть позже я вам покажу и объясню, для чего это сделано. И объясню, почему это гениальное решение. Ну, а пока смотрим остальные грузовики. В общем-то, цены вы видите, ну и все данные здесь есть. Табличка достаточно старая, в общем-то, она уже всем привычна. Объем, багаж, ну, цена, все, что-то, чем можно смотреть. Есть и веки, есть покраски. И веки вот такие мне нравятся. Я помню, такие были на новости, мне она очень нравилась. Есть еще вот такие вот машинки. И заметьте, с надписью Crime Life. Тоже прикольно. Кстати, у них эти надписи попадаются очень часто. Даже на кирке, на лопате, на тяпке, везде написано Crime Life. Ну, я не говорю про одежду, в которую я сейчас хожу. Ну, а так вот, смотрите, вот такие вот машинки, очень много интересных машинок. как видите, все они доступны, даже без VIP. То есть, нет, видите, обозначения VIP. Это для всех игроков доступно. VIP-овские машины есть только легковые. Там, да, там штук 5-6, они отгорожены, так сказать, они для VIP. И вот еще интересно, есть урановоз. На этом проекте есть уран, есть точки переработки урана. Также еще здесь и представлены переработчики. Вот для чего здесь переработчики, я не понял. Ну, почему я не понял, это объясню потом, чуть позже. Ну, они здесь есть. Переработчики есть в двух видах. Есть вот стандартный этот КамАЗ, по-моему, да, и еще есть иномарка тоже с переработчиком. Выглядит она вот так. То есть, машинки, как видите, здесь есть. Есть очень интересные машинки, красивые машинки, есть разновидности, модификации. В общем-то, есть из чего выбрать, есть покрасочки. Ну, вот такой вот автомагазин. Ну, а я же тем временем купил себе вот такого вот пердуна, просто для того, чтобы потратить время в ожидании, когда мне накапает пособие. Ну, и пока покататься по карте. Есть тут еще одна интересная особенность. Опять, она и интересная, и нелогичная абсолютно. Вот, посмотрите. Видите, заменено дорожное покрытие второстепенной дороги. Но заменено оно с рыжего алтийского на рыжие сторонние. Где логика? Ну, вот зачем? Зачем менять рыжую дорогу на другую рыжую дорогу? Бог его знает. Ну, вот так вот она выглядит. Не знаю, вот такое достаточно спорное решение, да, вроде бы как и уникальное, такого нигде я больше не видел. Ну, а с другой стороны, а зачем? Если это покрытие убрать, то там будет точно такое же, ну, чуть блеклое, но, в принципе, точно такое же. А вот это, кстати, знаете что? Это радары. На этом проекте вот таким вот образом обозначены радары. Ну, и да, к этому можно относиться как угодно, но мне кажется, что это все-таки оригинальное решение. Во-первых, вы не забудете, где стоит радар. Не сможете потом сказать, что ой-ой-ой, я мчался и забыл, что он там стоит. Такую хрену не заметить, я не знаю, как надо мчать. Ну, а вот следующая точка, которую я хочу вам показать, как раз касается тех слов, которые я говорил в самом начале, что это интересный, уникальный, прикольный и абсолютно нелогичный проект. Мы въезжаем в Ковалу. Вы все узнаете это место. Вот сейчас слева будет въезд в общественные гаражи. Все это мы помним, знаем. Дальше мы проезжаем мост и нас должна встречать Ковала. Ковалу все время переделывают. Посмотрите, как переделана Ковала здесь. Вы что-нибудь подобное видели? Я не знаю, как вот это объяснить, но человек снес нахрен пол Ковалы и поставил краны. Я не знаю, для чего это, что это, зачем это. Но это опять же таки прикольно, это уникально и это абсолютно нелогично. Ну, согласитесь, вот что, что это такое, я не знаю, как вот это объяснить. Зачем? Что это? Вот поэтому этот проект мне и понравился. он абсолютно нелогичный. Здесь натыкаешься на такие штуки, которые ты, ну, вряд ли еще когда-нибудь увидишь. Объяснить это тоже невозможно. Ну, вот такой вот объект. Ну, и мне уже тем временем накапало пособие, так что поехали покупать какой-нибудь грузовичок. Сейчас заодно и посмотрим, какой автотранспорт здесь представлен. Но мы его уже, в принципе, видели. Я думаю, что в этом магазине ничего нового-то мы не увидим. Скорее всего, что здесь во всех магазинах представлен один и тот же транспорт. Ну, и да. Легковой транспорт разделен по магазинам, по маркам, а грузовики все одинаковые. Ну, тогда и не будем здесь останавливаться. Быстренько берем УАЗика и поехали. А поедем мы с вами сразу же на соль, как нам посоветовала Вера. И вот, знаете, после, наверное, двух часов, что ли, прибытия на проекте, у меня начались какие-то микрофризы. Непонятно, с чем это связано. Я подозреваю, что это как-то связано с просто огромным количеством сторонних объектов, которых добавили на этот проект. Ну, другого объяснения у меня нет. Ну, а сама же добыча ресурсов здесь выглядит так же, в общем-то, как и везде. За исключением двух плюсов, а не минусов. Во-первых, идет автоматическая прокачка. Второе, нам выпадает просто огромное количество ресурсов. Там, видите, выпадает 10, там, еще что-то. И сбор этих ресурсов, посмотрите, какая скорость. Раз, я собрал. Все. Подходим ко второму мешку. Раз, я собрал. Все. То есть, уазик я набил буквально за полторы-две минуты. Но меня по-прежнему тревожит момент с микрофризами и посмотрите, как ведет себя здесь значение FPS. Я такого никогда не видел. бывает падение, там, бывает резкое падение, но чтобы значение FPS вело себя вот так, я это вижу первый раз. И я не могу понять, почему так. И такое происходит не постоянно. Оно какими-то наплывами. То вот, например, когда я ехал в Ковалу, было все очень гладенько. А вот, когда я ехал сюда, FPS ведет себя вот так вот. И появляются какие-то микрофризы. С чем связано, не знаю. Но посмотрите, вот у них на проекте есть свой значок FPS. И он ведет себя еще хуже. Вот вы сейчас сможете видеть, как он себя чувствует. Я, ну, действительно, я не понимаю, как это происходит. Ну, то, в общем-то, и ладно. Может, это у меня какая-то проблема. Выдвигаемся на переработку. Ну, и как видите, уже стемнело. Переработка находится на приличном расстоянии, поэтому УАЗик не самая скоростная машина. Поэтому добираемся мы до переработки. Ну, и давайте перерабатывать. Можно заметить, что точки переработки и точки сбора ресурсов абсолютно не тронутые. Ну, нажимаем переработать. И посмотрите, какая скорость переработки. Ну, это обалдеть можно. Это вот я к тому, что я тогда не понимаю смысла в этих переработчиках, которые продаются в автосалоне. Если такая скорость переработки здесь, это учитывая то, что у меня нету ни випки, ничего. То есть, я просто зашел и просто играю. Мне не давали ни випок, ничего не давали мне. Я просто как новичок зашел и играю. Никому не обращался. И это с учетом того, что у меня нету випки, я собираю ресурсы с такой скоростью и с такой скоростью их перерабатываю. А если у человека еще будет випка, то на кого хрена вообще эти переработчики нужны? Ну, посмотрите какая скорость. Видите? И это я еще ничего там не прокачивал, ничего. Ну, в общем, стоковое состояние у меня. Все, готово. Я переработал. Ну, вот такая вот скорость здесь переработки. Поэтому я абсолютно не понимаю, зачем туда вообще нужен переработчик или сборчик, как он там называется-то. Какие цели он преследует? Ну, это что касаемо сбора ресурсов и переработки. А я хотел вам еще рассказать вот про этот самый хенд. Помните, когда мы покупали УАЗик, я говорил, что этого мы еще коснемся. Так вот, почему я считаю эту идею на грани гениальности? Она лежала на поверхности. Алды, которые играют в арму, знают, что на всех сборках есть такая профессия дальнобойщик. Но на всех проектах, чтобы работать дальнобойщиком, нужно первое, это накопить денег, а этот хенд все время стоит огромных денег. Второе, на большинстве проектов лицензия дальнобойщика покупается отдельно, то есть на нее еще надо накопить денег. Но к моменту, когда человек накапливает эти деньги, он уже понимает, что ему эта работа нахрен не нужна. Он может купить себе любую машину и уже заниматься чем-то другим, работая на себя. Интерес к этой работе пропадает. Здесь же пошли другим путем. Эта машина самая дешевая. Она в три раза дешевле, чем уазик. То есть здесь вы можете с самого начала купить вот эту машину и работать себе в удовольствие дальнобойщиком. Вам не надо копить каких-то бешеных денег на этот хенд. Вам не надо копить на эту лицензию. С самого начала можете приступать вот к этой работе. Подъезжаете на точку, выбираете груз. Вы сейчас видели, как это выглядит. И начинаете кататься. С самого начала вы можете даже не использовать почтовую службу, которая присутствует тоже на многих проектах. Здесь она тоже есть. И сейчас вы это можете увидеть в правом верхнем углу. И вот такое простое решение казалось бы. А теперь для игрока пришедшего на этот проект есть не одна профессия почтальона, а есть выбор. Он может покататься на почте, а может поехать покататься на этой профессии дальнобойщика, которая на многих проектах почему-то считается какой-то запредельной, самой высокой. Хотя ей никто не пользуется, потому что я уже объяснил, что когда вы дорастаете до того момента, и вы уже нарастаете каким-то жирком из денег, вам эта работа уже абсолютно неинтересна. Поэтому ей никто и не пользуется. Эта профессия стоит на всех проектах нетронутая. А здесь сделали вот такое на мой взгляд простое, но гениальное решение. Пожалуйста, теперь есть две профессии, которые может новичок себе выбрать. Так что вот, такое решение. Мне оно очень и очень понравилось. Ну ладно, поехали дальше. Ну а дальше друзья мои, с помощью кстати вот этих первоначальных работ дальнобойщика и почтальона мне удалось заработать на вертолетик. И дальше мы посмотрим на этот проект с высоты птичьего полета. Посмотрим очень бегло, потому что здесь очень много интересных объектов, но показывать их всех у меня просто не хватит никакого времени. Здесь естественно очень много группировок. Естественно у них есть свои базы. Вот например база диких. Это группировка дикие. Так выглядит их база. Действительно выглядит как какой-то дикий заброшенный завод. Все базы на этом проекте абсолютно разные. Нету ни одной похожей друг на друга. Ни заборами, ни строениями, ничем. Они все абсолютно разные. Я покажу вам только несколько из них. Мне очень понравился например вот этот объект. Это видимо тоже чья-то база. Выполнена она в стиле заброшенного какого-то совсем брошенного стадиона. Выглядит атмосферно, прикольно, слов просто нету. Здорово. Таких объектов здесь очень много. Может быть кстати говоря вот это и есть причина тех проседаний FPS. Не знаю. Не настолько я в этом глубоко разбираюсь. Но таких вот объектов добавленных сторонних здесь очень много. И посмотрите как это красиво выглядит. Это огромная штуковина. Уж не знаю база это или это просто стадион. Не знаю. Но это очень красиво и атмосферно. Но показывать все базы я вам просто не смогу физически. Потому что это действительно займет очень и очень много времени. Я показал вам этот проект глазами новичка. Да показал те нелепости какие здесь есть. Те приколы какие здесь есть. Всю уникальность этого проекта. Все что связано с военными вот этими бандитскими организациями. То как вообще устроен этот проект. На чем он вообще проекте. Но к сожалению время уже поджимает. Поэтому вот такой у меня получился обзор. Если кому-то понравился этот проект. Если кто-то хочет почувствовать себя членом какой-то банды и повоевать за территорию. Заходите. Разговаривайте. Общайтесь с людьми. Играйте и получайте удовольствие. Ну а у меня на этом все. Спасибо всем кто посмотрел. И всего вам доброго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...